Массовый вал больших и с виду здоровых деревьев вызвал недоумение и тревогу горожан. Валентина Грубунова, педагог Дворца Творчества, будучи озеленителем, помнит, как сама высаживала эти тополя и акации в 1975-м. Кроме того, аллею обновляли и несколько лет назад. Три года назад мы с дворцовскими детьми подсаживали молодые яблоньки, которые только начали зацвели в этом году. Подсаживали акации, сделали два года назад благоустройство в этой дорожке, выложили новый бордюр, посыпали камнем, крошкой кирпичной. Сейчас сказали, зайдет трактор, все спилят, зайдет трактор, все это вот так вот разрушат. Всего по муниципальному контракту администрация планирует высадить 1800 деревьев. Это тополь серебристый, лиственница и рябина. На участке от улицы Ворошилова до Карла Маркса установят лавочки и оборудуют сквер для отдыха. Все в едином стиле, как до улицы Восточной. Такие же масштабные посадки ожидаются и в районе Пальмиры. Что касается деревьев по улице Ленина, администрация по просьбе местных жителей обследовала насаждение. Деревья находятся практически все в неудовлетворительном состоянии, особенно тополя. Они поражены болезнями. У нас есть наш отдел лесного надзора, все их обследовал, выписал порубочные билеты. Сохранять их смысла не имеет, потому что уже привести их в порядок невозможно. Поэтому было принято решение удалить все больные деревья. Новые молодые деревья, безусловно, украсят местную аллею. Однако смогут ли саженцы обеспечить защиту от загазованности и пыли, как это делали большие насаждения? Ведь полноценными деревьями молодняк станет как минимум через 10 лет. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.